МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ябуль Нуржакен. Сегодня в выпуске. Из-за новой котельной в поселке Актаз рабочие старые котельные остались без работы. Кочегары и контролеры решили рассказать журналистам о своей проблеме. Все проблемы решаемы. В Караганде создана рабочая группа, которая выезжает по жалобам горожан на плохое отопление. В Казбеквисском районе с группой выезжает Аким района. Работать бок о бок, чтобы минимизировать последствия зимней стихии. Коммунальщики, полицейские и спасатели обсудили совместную работу предстоящей зимой. Из-за новой котельной в поселке Актаз рабочие старые котельные остались без работы. Новое коммунальное предприятие забрало себе 16 пятиэтажек, которые отапливала котельная индивидуального предпринимателя Горбунова. Кочегары и контролеры решили рассказать журналистам о своей проблеме. Они начали, ну как, в наглую заходить в наши дома. Те дома, которые мы отапливаем. Это получается, я считаю, это рейдерским захватом. Вот так ни много ни мало представитель ИП Горбунов говорит о захвате бизнеса. Они – это работники нового коммунального предприятия, которое возникло на базе новой котельной в поселке Актаз, построенного на государственные деньги. Суть конфликта такова. С 2003 года 16 пятиэтажных домов в поселке отапливались частной котельной. В нынешнем году завершилось строительство центральной котельной. На это из областного бюджета выделено 580 миллионов тенге. Сегодня новое предприятие подключило 16 пятиэтажек к новой котельной. Таким образом, старая котельная оказалась без своих потребителей. Они быстро-быстро начали делать, и я вообще не понимаю. Я обращалась и в администрацию президента. Все это у нас остановилось на уровне Карагандинского областного Акимата. Все эти письма были направлены Акиму Карагандинской области. До сих пор ответа нет. Каждый день я звоню, потому что мне надо ехать опять в Астану, как я понимаю. И все 16 домов сначала они вызывали на совещание, говорили готовить котельную. Трасс не будет в этом году неоднократно. Потом, значит, они мне обещали оставить один квартал. Потом, а под конец они забрали все, получается. Конечно, ни о каком рейдерском захвате речить не может с юридической точки зрения. Однако ситуация не из приятных. Особенно в отношении работников старой котельной. Получается, что сегодня они остались без работы. Ну, конечно, в этой котельной, рядом у нас была работа. Мы спокойно ходили, работали. А сейчас работы нет, не знаем, что делать. Куда работать и идти? Не знали, что у меня сын 13 лет. Куда мне идти? На улицу. Понятия не имеем, потому что в моем возрасте устроиться на работу вообще проблема. Вот это и есть новая котельная поселка Актаз. Проблемы с ней начались еще на этапе строительства. В прошлом году инспекция финансового контроля нашла нарушение в проведении конкурса по определению подрядчика. Чиновники заявили, что нарушений не было и подали в суд на финполовцев. В итоге с горем пополам котельную построили. Что касается нынешней ситуации, в Акимате Актаза нам пояснили, что это делается для того, чтобы жители не остались без тепла. У этого предприятия есть долг в размере 10 миллионов тенге перед Караган-де-Жарык, поэтому им не дают электричество. Мы не можем ждать, пока они погасят свой долг, ведь люди могут остаться без тепла. Новая котельная полностью построена на государственные деньги и потому от своих планов власти отказываться не намерены. Стоило ли возводить новую котельную, на этот вопрос могут ответить лишь жители поселка. Именно они уже совсем скоро смогут сравнить качество тепла. Миром Гульстал Кимбаева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Аким Карагандинской области, Ерлан Кушанов, раскритиковал работу социальных служб из-за полупустого реабилитационного центра в Каркаралинске. Деятельность центра обсудили на аппаратном совещании в областной администрации. В мае нынешнего года в Каркаралинске был торжественно открыт реабилитационный центр. Он рассчитан на 64 пациента, инвалидов первой и второй групп. Однако на сегодняшний день в центре проходят реабилитацию всего три человека. В сложившейся ситуации на аппаратном совещании разбирался Аким области, Ерлан Кушанов. Вот с помпы открыли. Оно востребовано действительно. Я там был, оно очень хорошее, оно нужное. Но за пять месяцев в центре прошли реабилитацию всего 22 человек. На сегодняшний день я уточнял, на реабилитации находится в центре всего три человека. Простаивают бюджетное учреждение. Потребность есть, позборность есть. Вот я причины не могу. Вот недавно я встречался с репрестниками. Они ставили вопрос. Третья категория, да, кто здесь? Надо отреживать. Эти категории, мы их туда не пушкаем, да, исключили. Ну и самым поставили, давайте мы им дадим возможность, чтобы они проходили реабилитацию. Механизм направления в центр стоит пересмотреть. Это отметил исполняющий обязанности руководителя управления координации занятостей социальных программ Максим Галиулин. Еще до открытия центра в департаменте социальной защиты должны были разработать индивидуальный план реабилитации. Но этого специалисты не сделали, сославшись на то, что не получили поддержки от управления здравоохранения области. Здесь одна загвоздка – это в разработке индивидуальной программы реабилитации. Забегая вперед, хочу сказать, что когда еще мы не открыли, в 2016 году мы департамент социальной защиты направили письмо, что в 2016-2017 году будет открыть реабилитационный центр. Нам нужен ИПР – индивидуальная программа реабилитации. На сегодняшний день ситуация пока. Чтобы попасть в учреждение, необходимо получить индивидуальную программу реабилитации. Для этого требуется справка МСЭК, заключение ВКК и справка из департамента соцзащиты. Главу региона такое положение дел не устроило. Ерлан Кушанов поручил Максиму Галиулину и сотрудникам управления координации занятостей соцпрограмм области в ближайшие дни отправиться в Каркаролинск и разобраться с проблемой на месте. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В этом году запуск тепла в Караганде произведен в небывало ранние сроки. Этому поспособствовали ранние заморозки. Теплотранзит постарался на славу, но жалоб от жителей не стало меньше. В Акимате района имени Казбик-Би созданы мобильные группы по проверке заявлений граждан. С одной из таких групп отправилась и наша съемочная группа. Отопительный сезон в Караганде начался с 1 октября. По сведениям чиновников, тепло запущено в 1429 многоэтажных зданий. Но жалобы поступают регулярно. Наша мобильная группа решила проехать по основным точкам, откуда пришли заявления. Улица Нуркена-Абдирова, дом 28, дробь 2. Здесь было холодно до недавнего времени. Я не жалуюсь. Сейчас или на улице, но у нас тепло на первом этаже. А в каком времени у вас отопление было? С 1 октября никогда теплые одеяла не берем, не укрываемся. Действительно, в квартире тепло. Супруги одеты легко. Градусник показывает плюс 28. Да и в остальных рядом стоящих домах форточки открыты. Следующая точка улицы Крылова, дом 48. В квартире тепло. Хозяйка недоумевает, кто мог жаловаться. Я живу с 2001 года в этой квартире. И все эти годы было очень тепло. Можете проверить, все балконы у меня открытые. Да, никогда. Даже в лютый мороз всегда было в квартирах очень тепло. Случайные прохожие тоже не особо жаловались на отсутствие тепла. Из вашего дома просто жаловы были, что у вас холодно. Сейчас как? Тепло. Очень тепло. Сейчас более-менее. А когда было холодно? На прошлой неделе, когда морозы, наверное, были. То есть батареи грели или они вообще холодные были? Грели, но не так сильно. Сейчас уже? Да. Сейчас потеплее. Мы попросили дать комментарий по вводу тепла в 2017 году Акима района имени Казыбекби, города Караганды, Татьяну Шатохину. С 1 октября наша мобильная группа работает именно по точечно, по жалобам, которые возникают, по заявлениям, которые возникают у наших жителей. Сразу скажу, какие это причины. Это постоянное развоздушивание нужно производить, наладку, где это необходимо. И часто бывает так, что люди меняют батарею именно сейчас, когда идет подключение к отопительному сезону. И тогда получается, что часть соседей страдают из-за тех, кто делает до сих пор ремонт. Ответственность жителей не снимается. У них задолженность по углю тянется еще с прошлого года. Собственники квартир так до конца и не понимают, что они должны вместе с органами самоуправления работать в тендеме с государственными структурами. Даже коты находят компромисс и греются на солнце вместе под осенним солнцем. А у людей так почему-то плохо получается. Почти каждый день мобильные группы выходят на проверку домов. Там, где есть КСК или кондоминиумы, проблем нет. Где все пущено самотек, там и тепла нет. И тем не менее, отопительный сезон начался. Все дома, находящиеся на территории района имени Казбекби, знаю из совещаний, которые проводятся на уровне Акима области, Акима города, то, что постоянно этот вопрос находится на контроле. И по городу у нас запуск тепла произведен. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. В Карагандинской области впервые в стране в следственном изоляторе открыли прозрачные кабинеты. В учреждении АК-159-1 в кабинетах для допроса установили прозрачные стены и систему видеонаблюдения. Теперь за допросом подозреваемых и последственных могут наблюдать родственники. С реализацией пилотного проекта в рамках гуманизации уголовного процесса знакомился прокурор Карагандинской области Марат Сиксенбаев. Игорь Терещенко не понаслышке знаком со всеми следственными действиями еще с 90-х годов. Он рассказывает, что в то время следователи не гнушались допросами с пристрастиями. Сегодня он в качестве подозреваемого находится в изоляторе временного содержания учреждения АК-159-1. Положительные изменения заметил сразу. Прозрачные стены, видеонаблюдение. Все это заставляет следователей действовать только в рамках закона. Да это нормально, все видят. В камерах все видят. Я знаю, что на комнатные свидания эти камеры уходят. Там родители видят, когда прошли. Конечно, нормально. Родственники подследственных контролируют весь процесс допроса по монитору. Их сразу предупреждают. Если обнаружатся какие-либо незаконные действия, необходимо сразу подать заявление в администрацию, учреждение или прокуратуру. По словам граждан, такая прозрачность очень эффективна. Сомнений нету. Просто сейчас поставили как монитор. Новый, 21 век. Все хорошо. Родственникам, близким. То есть удобно. Здесь все видно, все люди смотрят. Родственники все смотрят. Хороший есть, если поставим монитор. Вам спокойнее так? Конечно. Всем спокойнее, я думаю. Здесь родственники приходят, сидят и смотрят. Вот все прозрачно. Мы это делаем для того, чтобы обеспечить доступность и прозрачность пеницинарной системы. То есть это, будем говорить, система закрытых учреждений. Поэтому удобно это. Так сделали. В онлайн-режиме они видят прекрасно. И уже после этого никто не умеет уже жаловаться. В следственном изоляторе прозрачными стенами и видеонаблюдением оборудованы семь кабинетов. Пять из них предназначены для допросов. Один кабинет отвели для встреч с адвокатом и один для бесед с прокурором. Видеозаписи допросов сохраняются на специальном сервере. Впоследствии это видео может быть прикреплено к электронному уголовному делу. Прокурор Карагандинской области заявил, что эти преобразования – лишь начало больших изменений. Буквально вчера только президент внес законопроект. Мы жили из парламента. Там относятся поправки в уголовный процесс. То есть исключается дублирование в работе между органами следствия, прокуратурой, судом. Усиляется судебный контроль за досудебной стадией уголовного процесса. То есть ряд следственных действий, санкционированных следственных действий, негласных следственных действий передаются под контроль суда. То есть эта работа непрерывная, она будет постоянно вестись. Я думаю, очень много новшеств впереди еще нас ждет. В прошлом году в следственном изоляторе было проведено более 5000 допросов. Прокуроры не скрывают, что к ним поступали жалобы по факту давления на подследственных. Поэтому они уверены, что это новшество станет решением проблемы. Стоит также отметить, что в органах внутренних дел по всей Карагандинской области уже установлено 25 прозрачных кабинетов. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде хватает сил и средств для того, чтобы успешно бороться со снегом и льдом на автомобильных дорогах. Об этом заявляют руководители коммунального предприятия благоустройства. Так ли это? Этим вопросом задались члены общественного совета. Полицейские, общественники и спасатели провели совещание, на котором определили фронт совместной работы предстоящей зимой. Насколько карагандинские коммунальщики готовы к работе предстоящей зимой? Этим вопросом задались члены общественного совета. В прошлом году парк специальной техники коммунального предприятия благоустройства пополнился 60 единицами. В нынешнем году дополнительно приобретено 15 машин. Деньги выделяются из городского бюджета. Соответственно, это налоги наших граждан, наших жителей города в первую очередь. В прошлом году по поддержке Акима области было выделено, денег выделено на закуп 61 единиц техники. В этом году было закуплено 15 единиц техники. Я думаю, каждый год будет расти число закуп техники, соответственно, сумму выделяемых денег. Конечно, мы члены общественного совета будем поддерживать, чтобы больше выделяли денег для благоустройства нашего города. Депутаты, надеюсь, тоже поддержат насчет этого. С наличием техники проблем нет. Однако сегодня предприятие готово к работе на 90%. Почему не на все 100? Потому что отмечается нехватка кадров. На сегодняшний день 135 единиц техники готовы работать в зимнее время. В наличии персонал численностью 130 человек. Планируем увеличить количество рабочих до 180. Вместе с общественниками коммунальное предприятие посетили полицейские и спасатели. Они обсудили план совместных действий во время зимних буранов. Ну, морозные дни, да, говорят, в этом году очень много будет морозных дней. Ну, конечно, естественно, и буранов не исключено должно быть. Так что, думаю, в этот год как и в том году отработаем с местными исполнительными органами. Спасибо вот ребятам, нашим полиции, которые вовремя дороги закрывают, открывают. Пока, например, благоустройство чистит, полиция дорогу перекрывает, не пускает, например, машину за предел нашего города. Андрей Тент, Олеген Рашидов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Караганде судьям помогают медиаторы. Это люди, которые помогают конфликтующим принять решение, которое устроило бы всех. В республике продолжается работа по внедрению медиативных способов решения споров. Отдельный кабинет для медиаторов скоро появится в Казбикбийском районном суде номер 2. Уладить споры и разногласия не прибегая к суду. В этом заключается главная цель Института медиации. В январе 2011 года в республике был принят закон о медиации. Сегодня идет масштабная информационно-пропагандистская кампания. Публикуются статьи о медиации. Почти во всех судах проводятся семинары и круглые столы. Объявлены наборы на курсы подготовки медиаторов. О преимуществах медиации говорили и в Казбикбийском районном суде номер 2. Главный плюс для суда – это снижение нагрузки. Во-первых, это снижение нагрузки работы судей. Говорил на круглом столе, что нагрузка одного судьи, в нашем суде, Казбикбийский номер 2, она превышает норматив в 8 раз. Вы представляете, какая нагрузка на суде, это конвейер целый. А если бы разработал медиацию, некоторые бы, например, иски, споры, они до нас не доходили бы до суда, люди бы не шли сюда в суд. Они бы на месте спокойно все эти вопросы разрешали. «Медиация – это быстро, это комфортно, это почти бесплатно», заявляют участники круглого стола. Нет необходимости принимать участие в многочисленных судебных заседаниях. К тому же все медиативные соглашения строго конфиденциальны, тогда как судебные заседания проходят в открытом режиме. Внедрение медиативных технологий в разрешение конфликтов, на мой взгляд и на взгляд людей, с которыми я работаю, это на сегодняшний момент самоправоприемлемо и удобно. Совместно с КГУ Кугамдык-Келесым аппарата Акима Карагандинской области в Казабикбийском суде номер два намерены организовать дежурство медиаторов. Для этого медиаторам выделят отдельный кабинет для работы. Теперь медиацию еще больше внедрят для урегулирования конфликтных ситуаций. Участники круглого стола отметили, что любой спор имеет конструктивное решение. Обращение к платному медиатору, возможно, выйдет порядком дешевле, чем обращение в суд. Ведь там необходимо оплатить услуги адвоката, государственные расходы и тому подобное. Андрей Тент, Олеген Рашидов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Солболгстер. Редактор субтитров А.Семкин